Ель сербская пендула. Кедр гималайский. Туя янтарь, она растет одной колонной, одним стволом. Очень тоненькая, симпатичная. Эту голубую ель я формировала в виде четырех тарелочек. Третья и четвертая часть уже слились, а низ у меня разделен. Постоянно заводился там паутиный клещ. Пришлось разрядить. И теперь свободно. Внутри и клей там не заводится. Черная сосна гринтауэр. Тоже растет одной колонной. Очень люблю ее. Медленно растет. Такой маленький медвежонок. Мои рододендроны. Аквилегии самосейки. Этот рододендрон зацвел чуть раньше. Из-за ветров у нас цветы сейчас очень быстро отцветают. Жасмин. У него только появились цветы. Он еще не полностью распустился. Пихта Голден Спайдер. Нигиша. Очень красивое сочетание цветов. Приросты зеленые. Пыльники стали оранжевые. А хвоя у Нигиши голубая. У Кастерс Винтерголд в этом году образовались красные шишки. Пихта Майя Голд. Очень декоративная. Внутри четыре шишки. Вот такие красавицы. Ель Ситхинская Миджит. Ель Вальбрум. Ель Черная. Эль Эхинеформис. За ней пихта Тундра. Она уже где-то полметра в диаметре. Дальше пихта Аберон. Аберон всегда последний у меня здесь распускается. Сосна Ворелла уже немножко подросла. По высоте уже сорок сантиметров. И в ширину где-то также. Многие сосны в этом году пустили такие вот шишечки. Это сосна Афер. Ель Соня. У Сони очень красивая голубая хвоя. И они у меня уже тут рядом с Афер начинают сплетаться. Еще одна Ахинеформис. Вторая Ель Черная. Она уже в ширину до 60 сантиметров. Сосна Шверина. Тоже приросты как и у Нигиши зеленые. Хвоя с голубизной. Подросла уже Ель Фрокбур. Ахинеформис. Две хормы россиянки. И рядом еще Виргинская хорма. Цветочные почки. Можжевельник Дрин Джой. Раньше он у меня рос на солнце. Возле Зизифуса. Потом начал занимать очень много места. Пришлось его пересадить сюда. Тут он никому не мешает. Приросты просто стали у него не желтые. Такие желто-лимонные. Но тем не менее все равно красивый. Это еще одна Лаки Страйк. На ней шишек нету. Поэтому она хорошо пошла в рост. Покупала эту хурму как Хурма Эйц. Но она не зимостойкая. Скорее всего, что это восточная хурма. Когда стала утеплять ее лапником и укутывать агроволокном, вымерзать она перестала. И в этом году даже один такой цветок на ней. Скоро зацветут уже розы в саду. Цветут вегелы. Это красная вегела Ред Принц. Кедр Европейский. Соснокедровая Европейская. Еле рыдал, уже позеленела. Шишки фиолетовые. У сосны кедровой Сибирской. Образовались внутри такие две шишки. Растение где-то 60 сантиметров. У акраконы тоже образовались две шишки. Вот они растут. И с этой стороны тоже. У Келикийской все верхние побеги подмерзли. Но так как у нее точка роста всегда идет самая последняя, она выжила. Туя восточная аурея. У нее хвоя 5 миллиметров. Начали у нее идти в рост желтые ее побеги. Хвоя у нее приросты желтые. Потом они зеленеют. У восточной аурея самая короткая хвоя. У нее хвоя 5 миллиметров. Лаки страйк. Шишки начали уже зеленеть. Уже не такого красного цвета, как были раньше. Уже не так. Уже не так. Продолжение следует...